Тренировочный вариант номер 2 основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Модуль алгебра. Задача номер 6. Геометрическая прогрессия задана условием. bn равно минус 78,5 умножить на минус 2 в n степени. Найдите сумму первых ее четырех членов. Для тех, кто не знает ни одной формулы, есть такой способ решения этой задачи. Сначала найдем b1. Чтобы найти b1, нужно вместо n в формулу подставить 1. Ну и естественно тогда вот сюда, в правую часть, тоже вместо n подставляем 1. То есть таким образом мы можем найти b1. Затем надо найти b2. Для этого в эту формулу подставим уже число 2. То есть тогда получается b2. Далее найдем таким же образом b3 и b4. И потом надо будет все эти найденные таким образом члены прогрессии сложить. То есть сумму первых четырех нам нужно найти. После того как мы все четыре первых четырех членов прогрессии сложим, получится сумма как раз то, что нам нужно. Сумма первых четырех. Но мы с вами решим по формуле. То есть мы решим эту задачу по-другому, используя готовую формулу. Решим эту задачу следующим образом. Сначала найдем b1. Подставляем вместо n единичную. Получается минус 78,5 умножить на минус 2 в первой степени. Вместо n подставили единичную. Тогда b2, которое по формуле равно b1 умножить на q, где q знаменатель геометрической прогрессии. Это с одной стороны. А с другой стороны b2 равно, подставляем теперь вместо n число 2. Тогда получаем, что b2 равно минус 78,5 умножить на минус 2, но уже во второй степени, в квадрате. То есть можно так записать. Минус 2 умножить на минус 2. Почему? Потому что минус 2 уже будет у нас во второй степени для n равного 2. Что это означает? Означает это вот что. Первое число, вот это, которое умножается на минус 2, как раз и будет равно b1. Можно сравнить. b1 это как раз вот это число. Да еще мы это число умножаем на минус 2. А это значит, как раз вот это минус 2, это и будет знаменатель геометрической прогрессии q. Теперь можно найти, найти, когда мы знаем уже чему равно q и чему равно b1, можно найти сумму первых четырех членов прогрессии по формуле. Формула такая. sn равно b1 умножить на дробь в числителе q в n степени минус 1 разделить на q минус 1. Вот это готовая формула для суммы первых н членов геометрической прогрессии. Но нам нужно найти сумму первых четырех. Это значит, вместо n формулу нужно подставить число 4. Это значит, сумма первых четырех будет равна b1 умножить на дробь в числителе q в n вместо n 4 подставили. Значит, q в четвертой минус 1 и разделить на q минус 1. И теперь остается только подставить. То есть, подставляем вместо, в правую часть вместо b1 и q найденные значения. Тогда у нас получается, вместо b1, сразу запишем b1 в числителе, вместо b1 минус 78,5 умножить на минус 2. Далее, умножим на q в четвертой минус 1. q в четвертой. q это минус 2. Значит, получается минус 2 в четвертой степени минус 1. Скобку закрыли. И разделить на q минус 1. q равно минус 2 до минус еще 1. Теперь нам нужно все это посчитать. Умножаем минус 78,5 умножаем на минус 2. То есть, при умножении отрицательного числа на отрицательное, мы получим число в итоге положительное. Тогда у нас получается... Ну, во-первых, сразу покажем, что получится положительное число. То есть, минус на минус дает нам плюс, перепишем. То есть, получается 78,5 умножить на 2, пока перепишем. И умножить на скобку. В скобках минус 2 в четвертой степени. Получается число с плюсом, потому что возводим в четную степень. И возводим 2 в четвертую. 2 в четвертой. Это будет 16. То есть, 2 нужно умножить само на себя 4 раза. Это будет 16. Минус 1. И разделить все это на минус 3. Делим на минус 3. Равно. Получаем в итоге... Равно. Ну, теперь здесь нетрудно уже. То есть, получается у нас... Давайте я пока 78,5 перепишу. Умножить. И теперь можно так посчитать. 16 минус 1. Это 15. 15 делим на 3. Это 5. Но только про минус надо не забыть. Вот этот минус, который в знаменателе вынесем вперед. Получится равно минус 78,5. И умножаем на... 15 делим на 3. Это 10. 15 делим на 3. Это 5. И 5 умножаем на эту двойку. Получается 10. То есть, получается умножить на 10. В итоге это будет минус. Умножаем на 10. Запятую переносим на один знак вправо. Получается минус 785. Это значит, что в ответ нам нужно записать число минус 785. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.